Всем привет! Сегодня будем смотреть на мой новый петличный микрофон, который я купил для теста. У меня их уже достаточно много. Как мне кажется, этот микрофон немного недооценен. Во-первых, потому что стоит он всего лишь 5 долларов, а во-вторых, потому что у него за эти деньги великолепные характеристики. Начнем с того, что у него 3-метровый кабель высокого качества. Он хорошо справляется с различными шумами и вибрациями, и высокое качество звучания. Сейчас, кстати, вы можете как раз слышать, как звучит именно он. Я записываю его в рекордер от фирмы Toscam. Это оригинальный продукт. В принципе, на них подделок нет, хотя на Huawei существуют различные копии, но на эти микрофоны они отсутствуют. Давайте распакуем, посмотрим, что внутри. Поставляется микрофон в презентабельной, красивой, достаточно прочной упаковке. Из Китая добралась она без проблем. Обошелся он мне практически в 5 долларов. В комплекте будет гарантийный талон и, собственно, сам микрофон. Штекер здесь идет 4-пиновый, он имеет защиту от перегиба. И, собственно, микрофон может работать с различными смартфонами изначально, с различными смарт-девайсами, такими как планшеты и так далее. То есть, для того, чтобы подключать его, например, в тот же рекордер, как у меня сейчас он записывает, либо в компьютер, нужно докупить отдельно переходник. Также у него идет прищепка, причем прищепка здесь идет необычно, она идет полностью из пластика, но достаточно качественная. Пролонная ветрозащита здесь гораздо лучше, чем у других производителей, она очень толстая. Верхняя крышка, которая закрывает капсуль микрофона, также откручивается, то есть он, в принципе, взаимозаменяемый. Если вдруг с ним что-то произойдет, вы всегда сможете заменить его на высококачественный, либо более высококачественный, либо какой-то брендовый. Их можно купить, кстати, на ebay от разных брендов, там и шур и так далее. Пролонная ветрозащита, сейчас вы слышите, как звук записывается с ней. Сейчас я снял ветрозащиту, можете оценить, как звук будет записываться без нее. И еще классно, что здесь прищепка, она крутится на 360 градусов по одной оси, что позволит без перещелкивания прицепить микрофон на левую, либо на правую сторону. Это, кстати, впервые я встречаю. Крепление у прищепки здесь классическое, поэтому если вдруг с ней что-то произойдет, можно купить такие на Алиэкспрессе, стоят рубль, там, пачка. Поэтому они очень дешевые, металлические, можете прикупить потом высокого качества. Например, я купил андоер себе сразу 5 или 10 штук, я уже не помню оптом, чтобы если вдруг что-то с ним произойдет, можно было оперативно сменить. На кабеле идет липучка для того, чтобы можно было смотать излишки. Она достаточно высокого качества, но край липучки был бракованным, то есть видно, что он отклеился, поэтому пришлось этот край отрезать. В целом, так как липучка все-таки бонус, ничего страшного, я считаю. Но все-таки уже намек на то, что здесь немножко сэкономили, либо не досмотрели на производстве. Я на этот микрофон уже записал несколько озвучиваний, и в принципе он показался мне очень интересным, особенно если учесть, что он стоит всего лишь 5 долларов. У него очень высокого качества кабель, хорошая экранизация. Мне понравилось, что он работает без всяких шумов, без всяких артефактов, без гула и всего подобного. Единственная моя претензия, это то, что здесь достаточно мощная ветрозащита, которая сильно глушит верхние и средние частоты, но больше всего верхние частоты. Конечно же, ветрозащита она нужна, но здесь они с ней настолько сильно переборщили. Вот сейчас я ее установил, то вы заметите, насколько сильно изменилось качество звука. Да, теперь всякие взрывные согласные здесь не страшны микрофону, то есть П, Б, 5, 6, 7, 8, 5, 5, 55, они не страшны. Но зато вы потеряете в качестве, которое потом на постобработке нужно будет восстановить, то есть нужно будет добавить немножко высоких частот. За время эксплуатации я не выявил никаких артефактов у микрофона, он уже практически месяц у меня в использовании, и он отлично работает как со смартфонами, так и с рекордерами, так и с компьютером. И сейчас я продемонстрирую, как он звучит с разными устройствами. Это был рекордер Tascam, обзор которого у меня давным-давно уже был на канале. Ну а сейчас запись ведется на микрофон Awei с помощью смартфона. Использую я переходник, потому что это Mi 11 Lite, и естественно там нет входа традиционного под микрофон, 3,5 мм. Ну вот с переходником от Cation он работает таким образом. А звучит микрофон по-разному, в зависимости от того, как он будет установлен. Если он установлен, как вы могли заметить ранее, в классическое для петличного микрофона место, то звук был достаточно такой плосковатый и захватывал еще немножко комнату. Но в целом норм, в целом очень качественно. Но если только вы микрофон поднесете чуть ближе к рту или к источнику звука, то звук преобразуется и становится более обогащенным, более чистым, более громким, более читаемым среди других звуков, которые будут. То есть это очень хорошо для снятия, например, музыкальных инструментов, если вы хотите использовать эту петличку не только для записи речи. Сейчас микрофон установлен на стандартном месте на груди, там где обычно крепится петличный микрофон. Оцените качество звучания, насколько чистый звук, насколько хорошая детализация и насколько хорошо микрофон гасит эхо комнаты. Ну в общем-то это же петличный микрофон, поэтому внешние шумы он должен гасить довольно неплохо. И конечно же качество звучания очень зависит от того, где расположен микрофон. Сейчас вы можете слышать, что микрофон не изобилует таким достаточно широким диапазоном, особенно что касается низких и высоких частот. Но все меняется, если я поменяю местоположение микрофона. А вот теперь я говорю в микрофон непосредственно в него. И вы слышите звук более громким, более чистым и очень хорошо слышны различные обертона, то есть слышны различные детали голоса. Ну и конечно же в таком режиме важно следить, чтобы микрофон хорошо справлялся со взрывными согласными. 555. 5. 555. Пятерка. Пятерка. Ну вы можете в общем-то оценить, как вам качество звучания. Вот таким образом. И вот таким образом, когда микрофон находится на груди. Запись ведется через встроенный рекордер, который встроен в Windows 10 Pro. Ну что ж, я закругляюсь на этом. Спасибо всем за внимание. И еще один важный момент. Это то, что сейчас я записываю без петличного микрофона. Вот он отключен. И естественно вы можете оценить, насколько звук другой совершенно на смартфон без петлички. Поэтому те, кто хочет улучшить звучание записи для влогов, для записи музыкальных инструментов, я к сожалению в это видео ничего подобного не вклею. Потому что если вам интересно звучание, как звучит музыкальный инструмент через вот этот микрофон, то я могу сделать отдельно большой тест. Но на это нужно просто время, для того, чтобы все это сделать, чтобы это все смонтировать. Если это очень нужно, то поддерживайте такие видео, поддерживайте комментариями. И пишите в комментариях, что вы хотите еще дополнительное из тестов. И может быть такие видео и выйдут. У меня были вот такие вот мысли про этот микрофон. Я потратил на него почти 5 долларов. Ну будем округленно считать, что даже с кэшбэками, со всеми делами он выйдет вам в 4,5 доллара. Это очень хорошая цена, потому что за эти деньги, те микрофоны, которые я щупал, они дают звук похуже. Единственный конкурент этого микрофона это Joyroom, который тоже стоил этих же денег. У него из преимуществ это то, что у него идет металлическая прищепка и все. Но у Joyroom по уровню сигнала, то есть у него либо чувствительность другая, чуть ниже, либо у него просто так вот он сделан, сопротивление может быть такое, что не каждое устройство его может раскачать. Поэтому Joyroom хорошо работает с рекордерами, хорошо работает со смартфонами, неплохо работает с компьютерами, но на компьютерах нужно всегда выкручивать уровень сигнала выше, то есть поднимать его. И поэтому вот этот микрофон он более универсальный. Если хотите, у меня сейчас есть почти 10 разных петличных микрофонов на руках. Если хотите большой тест, я однажды типа такого теста делал, но у меня было всего лишь, по-моему, 5 микрофонов тогда на руках в тесте. Я могу сделать тест всех микрофонов сразу в разных сценариях, то есть это будут и условия ветреные, на улице, с автострадами и так далее. Но для этого нужно написать об этом в комментариях. Я тогда сделаю из всех 10 микрофонов, выберем какой-то один-два лучших и сделаю этот тест. Хотя на самом деле все очень индивидуально и зависит от того, какие задачи у вас. Потому что один микрофон хорошо себя проявляет в студийной записи, другой в записи музыкальных инструментов, третий в записи голоса, а другой отлично справляется с отсеканием внешних шумов. И он пусть по качеству будет не очень хорошо записывать голос, но зато как репортажный микрофон он будет просто отличный, потому что будет слышно, скажем так, вас отлично, а все вокруг он будет отсекать. То есть все очень по-разному, когда рассматриваешь бюджетные микрофоны. Да и дорогие микрофоны, даже там под сотку долларов, у них есть свои нюансы. Качество звука будет крутым, а вот проблемы будут уже вот в таких разных нюансах. Все, хорошего всем настроения. Ссылку, где можно купить такой микрофон, я оставлю в описании. На Алиэкспрессе они сейчас стоят в районе 5 долларов. В официальном магазине АВАЙ. Пока. Кстати, не забудьте воспользоваться кэшбэком, чтобы экономить.